Олега Янковского в Саратове знают, чтят и помнят, как доказательство тому цветы у мемориальной доски в школе, где учился актёр. Их возложили преподаватели, учащиеся рано утром. Почтили память артиста и в родном театре драмы. Друг, коллега по театральному училищу и цеху Григорий Оридаков вспоминает Олега только добрыми словами. Говорит, это был человек с большой буквы. Вызывал любовь и уважение. Отличался постоянством. За это и уважали. Вообще не люблю, когда такие траурные, в общем-то. Пять лет со дня кончины Олега Ивановича. Это дело личное. Это дело вспомнить непублично о нём. Порадоваться, что вместе прошли какие-то годы. Поскорбеть, что так рано ушёл. В театре драмы в памяти об актёре почти ничего не сохранилось, кроме гримерки. Она была приблизительно в этом месте. Из сцены, на которую каждый день вплоть до 1973-го выходил артист. Поначалу Янковского как театрального актёра в Саратове не признавали. Ему не давали главных ролей. Всё изменил и его величество случай, рассказывает в Музее краеведения. На гастролях театра драмы во Львове артисты заметили и предложили сыграть роль в фильме «Щит и меч». С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре? Он хотел постоянно доказать, что он не герой-любовник, он не актёр. Он очень думающий артист. Шесть лет ждать роли. И действительно, после выхода на сцену киноэпопеи «Щит и меч» он стал известен. Триумф был всепоглощающим. Он стал всемирно известным. В этот же год Янковский сыграл ещё одну главную роль. Вместе с Высоцким и Быковым он снялся в фильме «Служили два товарища». И только после приобретённой известности в кино он получил главную роль на саратовской сцене. Он играл очень долго, целых пять лет, такие вот неизвестные особенно эпизодические роли. И его триумфом артистическим стала роль князя Мышкина в спектакле «Идиот». Этот костюм князя Мышкина – единственный театральный экспонат, который достался Краеведческому музею в память об Олеге Янковском. Другие памятные события его жизни запечатлены на фотографиях. Всё это в дар музею отдал родной брат Олега Николай Янковский. Сам же актёр был скромным человеком и считал своё творчество недостойным музея, по крайней мере, при жизни.